Музыка Всем привет! С вами Наташа Пархоменко и вы смотрите мой кулинарный канал. Сегодня я приготовлю очень вкусную, сочную, румяную и ароматную утку, запеченную с апельсинами. Это основное блюдо будет прекрасным украшением новогоднего и рождественского стола. Ну что ж, приступим к приготовлению! Для того, чтобы приготовить очень вкусную, запеченную утку с апельсинами, я буду использовать следующие ингредиенты. Одна утка весом 2 кг. Для маринада мне понадобится сок одного апельсина, сок одного лимона, 2 ст. л. подсолнечного рафинированного масла, соль, перец, черный молотый по вкусу. Для сиропа я возьму 2 ст. л. меда, 2 ст. л. сладкого вина, цедру одного апельсина и сок одного апельсина. Также мне понадобится еще один апельсин, чтобы нафаршировать утку. Ну что ж, приступаем к приготовлению! Для начала я взяла утку, у меня вот такая вот красивая, домашняя уточка, которую мне передали мои любимые родители. Я ее хорошенько помыла, вытерла с нее лишнюю влагу, пока я ее отставляю. А сейчас с одного апельсина и одного лимона нужно приготовить сок. Сок с одного апельсина и одного лимона я уже приготовила. Я их слила в одну мисочку. Можно, чтобы сок был с мякотью. Теперь к соку я добавляю подсолнечное рафинированное масло, соль, перец по вкусу. Все хорошо перемешаю. Маринад для утки я уже приготовила. Теперь я беру утку, я ее положила в такой вот высокий судочек, чтобы с бортиками он был. И теперь на утку выливаю маринад. И хорошенько вот так вот ручками втираю маринад в утку. И вовнутрь тоже наливаю маринад. Утку я уже замариновала. Теперь отправляю ее в холодильник, чтобы она хорошенько промариновалась. Минимум утка должна полежать в маринаде 1 час. Но чем больше она будет лежать в маринаде, тем лучше она промаринуется. Я обычно мариную ее вечером. Потом я ее ставлю в холодильник. Она лежит у меня ночь в маринаде в холодильнике. А на следующий день я ее уже запекаю. Когда она будет лежать в холодильнике в маринаде, нужно вот так вот несколько раз ее перевернуть через некоторое время, чтобы утка пропиталась маринадом с двух сторон. И снизу, и сверху. Ну что ж, теперь отправляем нашу уточку в холодильник мариноваться. Утка постояла в маринаде ночь в холодильнике. Она уже хорошо промариновалась. А теперь я взяла 1 апельсин, хорошенько его помыла, вытерла его от влаги и порезала на 6 вот таких вот частей. Теперь апельсином нужно нафаршировать утку. Утку я нафаршировала апельсином. Теперь ее нужно скрепить зубочистками. Утку я скрепила зубочистками. А сейчас я ее помещаю в рукав для запекания. Мне больше нравится ее запекать в рукаве, так как она будет более сочной и более мягкой. Утку я поместила в рукав. Теперь отправляю ее запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Буду запекать приблизительно 2 часа, чтобы на утке появилась такая красивая, золотистая, румяная корочка. Ну что ж, отправим запекаться. Утка у меня уже запекается полтора часа. Теперь время приступать к приготовлению сиропа. Для сиропа для начала я взяла апельсин. Я хорошенько его помыла, вытерла его от лишней влаги. Теперь с него нужно снять цедру. Цедру апельсина я уже подготовила. Пока ее отставляю. А теперь же с этого апельсина нужно выдавить сок. Сок апельсина я уже подготовила. У меня получилось приблизительно 100 мл сока. А сейчас я взяла мед, налила его в кастрюльку. Теперь к меду добавляю сок апельсина, вино и цедру. И все хорошо перемешаю. Я все перемешала. Теперь всю эту массу я отправляю на плиту. Буду варить на среднем огне до консистенции такого сиропа. Оно должно немножко загустеть. Сироп я уже приготовила. Он уварился. Совсем чуть-чуть он загустел. Теперь его нужно просидеть через ситочко. Сироп для утки я уже приготовила. Утка у меня уже запеклась. Вот такая она получилась румяная, красивая. Я ее достала из духовки. Достала апельсины. Выложила их по бокам блюда. Теперь еще горячую утку нужно полить теплым сиропом, который мы уже приготовили. Утку я полила сиропом, украсила свежим апельсином. И вот такая у меня получилась красавица. Она получилась очень вкусной, ароматной, нежной и мягенькой. Такое вот основное блюдо будет чудесным украшением любого праздничного стола. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт и вы обязательно его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok